После этой техники ваше желание точно исполнится. Друзья, всем привет! С вами Елизавета Волкова и канал Сила в мысли. Помните, я рассказывала вам об одной секретной книге, которую я рекомендовала к прочтению своим ученикам из легендарного тренинга по силе намерения «Игра в миражи». Это книга, в которой раскрыта абсолютная истина, все секреты исполнения желания, вся теория, все знания о том, как использовать силу сознания. Я прочитала огромное количество авторов, и, поверьте мне, многие из них пишут то, что вообще не работает, и лишь единицы нашли истинный секрет материализации любых желаний – любовных, финансовых, желаний, связанных со здоровьем. Все, что вы хотите, можно реализовать. В прошлом видео я рассказывала вам, что если начать реально использовать эти знания на практике, то ваше желание, даже самое невозможное, материализуется гарантированно. Вы оценили тот ролик, поэтому я решила записать продолжение. И в этом видео я дам вам еще одну порцию очень сильных смыслов из книги Невилла Годдарда «Сила сознания. От мечты к реальности», а также мощную технику Невилла Годдарда перед сном для моментального исполнения желания. После этой техники ваше желание точно исполнится. И вот первый совет мистика. Представляйте, что вы уже живете в окружении вещей, которые хотели бы иметь. Представьте, что они принадлежат вам. Представьте, как вы ими пользуетесь. Невилл советует включить воображение прямо сейчас, чтобы создавать то будущее, о котором вы мечтаете. Но фокус состоит в том, чтобы переживать это по-настоящему, а не только рисовать мысленный образ. Мне кажется, это еще один важный секрет для привлечения желаемого. Большинство людей просто используют мысленные образы, забывая добавить своему воображению силу эмоций. Эмоции ускоряют процесс привлечения результата. Вот почему вы легко привлекаете вещи, которые любите или ненавидите. Сильные эмоции нажимают на педаль газа. Кстати, друзья, если вы уже годами смотрите подобные видео на YouTube и уже перечитали все книги про силу мысли, но в вашей жизни пока нет значимых результатов, вы не вышли замуж за мужчину своей мечты, не вместе со своим любимым человеком сейчас. Вы не нашли работу с таким доходом, чтобы путешествовать по всему миру и купить дома море. В общем, вроде все знаете о силе мысли, но мечты пока не исполняются. То я знаю, в чем проблема. И сама с этим столкнулась несколько лет назад. И проблема эта в отсутствии практики. Я все знала, но жила посредственно. Не было ни отношений нормальных, ни денег, ни своего жилья. Что же я тогда сделала? Я начала работать над своими желаниями в формате марафона. Каждый день я выполняла практики на визуализацию, написание желания, медитации и многое другое. И это сработало. Никакой магии, только практика. Ум сопротивляется, поэтому нужно упорно менять нейронные связи многоповторными упражнениями. Об одном из своих флагманских марафонов я расскажу вам в онлайн-встрече, которую организую для своих зрителей, у кого пока не исполняются мечты. Если вы хотите сдвинуться с мертвой точки, если вы устали все знать, но ничего не получать, прямо сейчас переходите по ссылке в правом верхнем углу экрана и регистрируйтесь на мой мастер-класс. Он бесплатный, но закрытый. Успейте попасть, пока я его провожу. И, возможно, уже через 30 дней исполнится то, о чем вы мечтали годами. Действуйте! Ссылка также в описании. И пока вы открываете сайт, я продолжу цитировать гениального Годдарта и его крышесносные смыслы. Однажды Невилл сказал, «Прямо сейчас вы играете роль. Если она вам не нравится, вы можете поменять ее. Вы можете сыграть роль человека более богатого, чем 24 часа назад. Это просто роль, которую вы можете сыграть, если захотите. Изменить роль, которую вы играете, можно при помощи своеобразной ролевой игры с эмоциями. Вы представляете желаемый ход развития событий, причем делаете это эмоционально, и так, как будто все уже произошло. Поступая подобным образом, вы, помимо всего прочего, поймете, какие действия вам необходимо предпринять, если вообще это необходимо, чтобы привлечь желаемый результат». Невилл писал, «Вы должны представлять свои ощущения так, как будто ваше желание уже исполнилось, до тех пор, пока ваше мысленное представление не приобретет все эмоциональные краски реальности. Вам необходимо представить, что у вас уже есть то, что вы хотите. Таким образом, вы должны представить радость от исполнения вашего желания, пока она не переполнит вас и не вытеснит все другие мысли из вашего сознания. Выполняйте такое упражнение каждый день перед сном. Расположитесь удобно, закройте глаза и войдите в состояние, в котором будете чувствовать, что находитесь в ситуации, когда ваше желание уже исполнилось». Невилл разъясняет, «Предположим, что я хочу иметь дом, но у меня нет денег для его приобретения, но я все же знаю, чего хочу». И я, не принимая никакие обстоятельства во внимание, начинаю создавать в своем воображении как можно более живое представление дома, который хочу иметь. Я представляю его совсем, чем я хочу его наполнить. Затем, тем же вечером или ночью, в дремлющем сонном состоянии, в состоянии, граничащем со сном, я представляю, что нахожусь в этом доме, я представляю, что сижу на кровати в этом доме, я представляю, что выхожу из комнаты, захожу в соседнюю комнату своего дома, и по мере того, как я перехожу из одной комнаты своего дома в другую, трогаю мебель, ощущаю ее как в реальности, я погружаюсь в сон. И я знаю, что, проделав все это, я получу свой дом путем, который бы не мог намеренно придумать. Я видел, как эта техника работает снова и снова. Теперь, если бы я хотел продвижения по службе, то спросила бы себя, «Какими бы были мои обязанности, если бы мне досталась эта должность? Чем бы я занимался в таком случае? Что бы говорил? Как бы действовал?» Затем в своем воображении я бы начал трогать, видеть и делать то, что видел бы, трогал бы и делал бы, если бы эта должность была уже моя. А если бы я желал встретить спутника жизни, если бы искал замечательную девушку или мужчину, то что бы я делала в своем воображении, что погрузило бы меня в состояние, означающее, что я нашел своего человека? Предположим, на минутку, что я женщина. В таком случае я бы определенно носила обручальное кольцо на своей воображаемой руке. И я бы продолжала его чувствовать и чувствовать до тех пор, пока оно не показалось бы мне абсолютно реальным. Я бы придал этому представлению всю чувственную живость, на которой только способен. И я бы заснул в процессе ощущения моего воображаемого кольца, означающее, что я замужем. Невилл писал, Воображение позволяет достичь того, чего невозможно достичь с помощью силы. Воображение представляет собой определенное движение сознания. Это движение, как любое другое, оказывает воздействие на окружающую субстанцию, приводя ее в соответствие с вашими мысленными образами. Вы должны представлять себя тем, кем хотите быть, и оставаться в этом образе, пока он не проникнет в ваше сознание настолько, что станет с вами единым целым и примет вашу телесную оболочку. Вы должны упорно стремиться к достижению такого состояния сознания, как будто уже получили желаемое. Если вы наберетесь наглости и отчетливо представите себе то, что пока отказываются видеть ваши глаза, то вы это получите, ваше желание сбудется. Для претворения вашего желания в реальность важно ощутить конечный результат, то есть представить, что вы уже имеете то, чего хотите, и настойчиво стремиться сохранять это состояние сознания. Недостаточно просто представить, что ваши молитвы уже услышаны. Важно постоянно пребывать в этом состоянии. Помните, что только настойчивая работа по изменению сознания может изменить вашу жизнь. Недостаточно всего лишь один раз представить себе то, к чему вы стремитесь, чтобы мысленный образ воплотился в реальность, нужно как можно чаще вызывать его в своем воображении и жить так, как будто он существует на самом деле. Секрет успеха заключается в постоянных настойчивых тренировках. Продолжение следует...